Торнадо Энерджи! Поколесить, хотя бы один груз довезти, я подумал, блин, давно не было, почему нет? Давай посмотрим заказы агентств сразу, что у нас есть, где мы находимся. Сейчас посмотреть надо, подожди, карта-то тут она у нас, секундочку. Но мы, по идее, как приехали в Смоленск из Брянска. Поэтому со Смоленска можно и начинать. Вот мы и смотрим, что за заказы есть из Смоленска. И Смоленска, и Вышний Волочок. В принципе, это вот примерно то, что нам нужно. Сейчас я посмотрю сюда. Холм, Асташев, Валдай. В Тверь было бы неплохо, в Волоколамске. В Тверь так близко получается с Москвой. Вообще можно в Москву. Вот, с Москвы уже вот наверх, куда-нибудь в Питер. Правильно? Давай посмотрим, поищем. Значит, вот Тверь есть, если что. Да, куда-нибудь в Москва есть. Вот, Смоленск-Москва. Все, идеально. Идеальненько. Вот она прямая, прямая дорога в Москву. Взяться. Бревна нужно будет, 22 тонны перевести. Мне кажется, нам не в саму Москву придется заезжать, а там рядом где-нибудь на лесопилке какой-нибудь. Ну, как у нас уже было. Давно не играл. Сейчас буду, наверное, тупить, глупить. Плюс ко всему, я не обновил патч до версии игры. Поэтому будут, скорее всего, ну, знаете, слепые зоны, грубо говоря, в моде, в текстурах. То есть, будут моменты, где... Подожди, не-не-не. Будут моменты, где у нас текстуры будут не прогружаться, текстуры дороги и так далее и тому подобное. Так, ладно. Значит, у нас есть дворники. Мы их на максимальный уровень включим. Я зачем-то постоянно, не знаю, почему, отсоединяю себе прицеп. Понятия не имею, почему. Не смогу выехать вот так с бревнами. Тише, 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 тише. Да, смогу, почему нет. Все нормально, вообще идеально. Блин, погодка, конечно, да? Такая, в принципе, русская, нормальная погода. Че, жалуюсь. Не задеваю. Они вообще ничего не задевают. Все идеально. Ну че, ребята, до свидания. Смоленские ребята. До свидания. Проезжают? Да, идеально. Вот это здесь поставил фуру. И здесь, блин. Встали. Да. Как-то я помню, у меня уже был разговор вместе с вами, ребят, на тему погоды. И тогда я, по-моему, говорил за снег и за холод. Но вот сейчас, глядя на дождь и вот эту вот слякоть, знаете, но при этом ощущая теплоту кабины, я могу сказать, что однажды произнесенные мне слова от отца вот подходят к ситуации идеально. И на самом деле они мне довольно близкие слова были следующие. Он сказал, что обожаю я машину. Сказал, да, что обожает машину. Потому что иногда появляется возможность сесть в сухую, чистую, теплую, уютную кабину, когда вокруг вот такое вот говно, простите за выражение, да? Когда вокруг дождь, холод, слякоть, ветер, а ты сидишь в теплоте. То есть такая радость от уюта вокруг буйствия, наоборот, антиуютной атмосферы. И в принципе, вот я говорю сейчас, хочется прям оказаться в этой самой кабине. Те, кто смотрят ролики по Евротраку в виде подкастов, они на самом деле сейчас довольно многое теряют. Я бы попросил вас сейчас хотя бы... Подожди, а чё? А чё поворотники не включаются? Я не понимаю. А, во. Это я дворники выключал. Я бы попросил вас... А, ну всё, вы уже прошляпили момент. Единственная возможность, единственная это... Нажать на паузу, перемотать на тот момент, когда идёт дождь в ролике. И посмотреть, попробовать, прочувствовать. Ощутите ли вы это на себе или нет? Ощутите ли тепло кабины? Я вот, допустим, аж похолодел здесь в игре. Блин, никто не пропускает. Давайте понаглеем немножко. Вот так. Ты смотри какая, а. Вот сейчас вот есть возможность хорошая. Нам выехать. Подожди, 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 подожди. Порт такой коварный. Вот там вот можем задеть сейчас. Оп, 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 задеваем. Задеваем. Дожди. Давай каварику включу, потому что... Машины явно не хотят нам уступать. А просто так проехать не получится. Вот так, всё. Блин, жесть какие, а. Не хотели уступать место? Не хотели уступать? Да, сейчас погодка распогодилась, простите, из-за подобного рода тавтологию. И то, о чём я говорил, уже никак не прочувствовать. Какой-то звук слабенький, по-моему. Или, мне кажется... Или это в грузовике такое? Ну, то есть, грузовик такой. Ну-ка. Из-за того. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Так лучше не делать, потому что так я теряю управление. У меня ещё геймпад всё ещё сломанный. Ничего не изменилось с последних... С последних стримов, с последних серий по Евротраку. Поэтому, да, тут надо иметь в виду. Ребята, ведь мы в Москву едем. То есть, тот самый... Тот самый огромный путь, который мы преодолевали до Москвы, он, считай, уже вот-вот завершится. Мы приедем в этой серии в Москву. Останется... Так, это я что-то разогнался сильно. Останется посетить... Ну, там, не знаю, в Калугу можно будет съездить, да? Вниз. А вот с Калуги попробовать найти маршрут до Твери. И вот с Твери уже на север куда-нибудь туда. В Псков. Из Пскова в Питер. И вот с Питера. Это будет последний такой маршрут в России. И с Питера мы с вами ринимся в Норвегию. Блин, это будет... Вот этого я тоже жду. Там тоже должны быть очень хорошие места, красивые. Река... Какая хмость? Я не увидел. Я не увидел, если честно, и такой реки в реальной жизни. Я не знаю. Ну, то есть она наверняка имеет место быть где-нибудь сюда, на заколуках географии нашей землематушки. Но я уже говорил, что географию я закончил изучать в девятом классе. А то дело было очень-очень-очень-очень давно. Я школу-то закончил семь лет назад. Страшно подумать. А девятый класс девять лет назад. Так что многое уже, хоть и было выучено когда-то, осталось далеко не в памяти. Что за населенный пункт мы проезжаем? Вот видите, знаки красным помечены. Вот это как раз-таки несовместимость. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Поп-поп-поп. Пропустит. Смотрите, когда. Вот так, идеально вставили. Тихо. Не надо мне тут заднюю держать. Чуть было не влетели в парню, поэтому я тут немножко навстречу вылетел. Красные знаки, да, из-за несовместимости версии мода с новой версией игры. Она тут обновилась. А я ленюсь ставить мод. Ну, я говорю, я сейчас об этом вспомнил, только когда запустил запись уже получается, да, когда уже начал с вами разговаривать, приветствоваться. Довольно ленивая я личность в этом плане. Мне эти красные знаки не мешают играть. Вот если бы вся карта была бы красная, тогда, конечно, да, тогда я бы заморочился. А тут я, понимаете, ради релакса зашел и не хочу лишний раз напрягаться ради этого самого релакса. Кстати говоря, у нас же есть, получается, подожди, F3, не-не-не-не, F2, вот, F2. Да, у нас же есть GPS, получается. Надо уступать дорогу. Ну, тут как бы, извините, некому уступить сейчас. Мне бы повернуться так, чтобы ни в кого не вмазаться. Так, все, хорошо. GPS, да, встроенный в интерфейс нашего Вольво. Кстати, очень хорошая Вольво, одна из лучших моделей, получается, в игре, да, которая доступна. Тут мне написали разработчики кое-какой игрушки, которая выходит на iOS Android. Они уже вышли, точнее, блин, пробка. Не завидую этим ребятам, которые сейчас будут стоять в этой пробище. Так, сейчас смотрим, откуда мы выезжаем-то. Ярцово. А, мы выезжаем в Ярцово, получается. Ничего себе. Про Евротрак-симулятор. Да, отдельная игрушка, которая чисто... Здесь надо остановиться. И уступить на Робу. Которая чисто под Android, под телефоны. И, блин, она меня так увлекла. Но вот у меня нет телефона, который бы смог все это дело записывать. То есть, ну как, играть я смогу, да, вот именно... Опа, тут у нас авария, ребят. Ёпта. Еще и преступник сматывается с места преступления. Знаете что, я, пожалуй, сваливаю отсюда тоже. Потому что... Сейчас наберется там пробочка. Мужик дамочке помогает разобраться с машиной. Да, только что видели аварию. И, главное, виновник свалил. Охренеть. Хотя, если честно, я был отличен. Я не знаю, виновник или... Ну, раз он так желал свалить с места преступления, будем считать, что виновник. Хоть это и не прописано в скрипт игры. Да. Вот, из Ярцева выезжаем. Хотел очень сильно попробовать поиграть. Я думаю, я поиграю. Она называется Евротрак... Что? А я, смотри, на полосу выехал. Я в ДТП попал. Отлично. Вот так болтай в эту игру. А, в этой игре. Река Воль. Ну, вообще волшебно. Взял, вмазался. Бэльным. Игра называлась Евротрак Симулятор. Чего-то там. Какая-то текстовая приписка. А сейчас... Даже, даже... Даже, 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 даже... Я по-моему сюда проезжать. Поэтому, да. Там карты вообще нет. Поэтому аккуратней. А сейчас она называется вот именно там в App Store. Евротрак Симулятор и цифра какая-то. То ли 16. То ли не пойми что ли. Кто же обмянить не собирается там справа? Никак это и не получится, в принципе, сделать. Я вот могу пропустить. Давай. Езжай, езжай. Езжай. Вот так. Грузовичок пустили. А то бы стоял и стоял. Вот бы нам такие попадались, ребята. О чем я? Об игре на Android. Как только она выйдет... Фу, как только у меня появится там, не знаю, либо планшет, либо телефон, который будет способен выдержать запись в хорошем качестве, да, для вас. Я обязательно запишу. Да и вообще хочется уже начать, на самом деле, записывать нечто такое мобильное. Я думаю, будет это интересно. Просто к слову сказал. Знаете что, знатоки, я лучше спрошу у вас вот что. Есть игрушка про... Ну, тоже Евротрак, вроде как, про американские дороги. Она является отдельной игрой или это мод к Евротрак Симулятор 2. И еще раз ремарочка. Я знаю, что есть моды к Евротрак Симулятору 2, которые добавляют Америку. Но тут вот как бы другое. Тут немножко другое. Вот такие красные знаки появляются из-за того, что не совместим мод. Немножко другое, потому что я имею в виду вот какой-то такой мод глобальный. Или все-таки игру, которая вышла или выходит вот сейчас. Или, по-моему, вышла уже. Которую вы мне даже где-то как-то советовали. В комментариях, да, к каким-то роликам Евротрак Симулятор 2 вы мне ее советовали. Мне просто... Я тогда посмотрел ролики. И действительно, именно по дороге, американские дороги, они мне дико вкатили. Там единственное, что дорога маленькая. То есть дорог мало очень по сравнению с тем, что у нас сейчас имеется. Там, конечно, мало дорог. Но в целом... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вязьма, вязьма. Так, ладно. Добро пожаловать в Вязьму. Давай, господа мои, вязьми. Вот, но в целом будет интересно там тоже покататься. Просто если это мод, то почему бы нам не поставить. Вы, я почему обратился не к рядовым пользователям, а именно к знатокам, выделив их отдельным словом, вы пожалуйста, ну, не давайте мне призебать в неведении, те, кто советовал, откликнитесь и скажите, это все-таки игра или мод, и если игра, будет ли там русский язык и так далее, хотя нет, это можно уже не писать, это я уже сам найду, Москва, вперед. Правильно. Здесь, конечно, надо бы избавить, а то я гоню очень, очень сильно, под 90 лечу, так нельзя. В общем, меня все время вправо клонит, но в целом, в целом, меня действительно клонит постоянно вправо, а тут я еще и специально вправо в стик выкручиваю, потому что... Опа, красный участок дороги. Потому что... Так, не смотрите сюда, это наркомания дикая. Потому что у меня стик сломан, но он тянет влево самостоятельно, поэтому я его выкручиваю вправо. Ну, этот участок сейчас пройдет. Вон, уже буквально все. Вот и все. Да. Нет, нужно все-таки обновить версию мода до версии игры, чтобы не было больше таких приключений. Вот видите, я опять вправо вылетаю за сплошную. Молодец какой. Разогнался до 90, радость такой. Да, кстати, вся дорога до Москвы в итоге была с отличной погодой, только в Смоленске нас встретил дождь. Что замечательно. Да и, кстати, ни одной пробки мы с вами не словили. Заметили? Ни одной. Здесь нам не грозят штрафы за скорость. Поэтому я выскоряюсь. Хотя скоро будут, наверное, повороты какие-нибудь. И там придется тормозить. И опять вылетать за сплошную. Я не очень горю желанием. Поэтому надо бы, наверное, сбавить. До 80. Нормально? Ох, нифига, я вылетел вправо. Блин, да, со стиком, конечно, играть. Это тающая приколюха. Со сломанным стиком. Тем более очень сложно контролировать траекторию, когда у тебя стик тянет влево. Ты должен немножко тянуть вправо его. В общем, ну, постоянно тюрьма какая-то происходит с поворотами. Я думаю, в принципе, вы видите это. Не нужно мне заострять, так скажем, на этом. Внимание особо. Вот сейчас у меня появляется желание пойти погулять вообще. Но именно по этой погоде. Несмотря на то, что я дико люблю там холод, снег и так далее. Вот выглядываю... Ну, я сейчас просто сижу в кресле, смотрю в окно, да. Вижу там этот снежок. И прям не хочется. Хочется дома как раз-таки покайфовать от того, что на улице снежок. А вот в игруху смотрю и прям хочется туда. Странное такое желание. Со мной подобное редко происходит. Обычно я как раз-таки кайфую именно от видов зим... О, здрасте. От видов зимних пейзажей. Я там уже мужичка одного подрезал случайно. Ограничение 70. Я лечу 80-90. Я нормальный? Нельзя. Да, избавим до 70. Нам спешить некуда. Смотри в заднее зеркало. Мы из Суетова выезжаем. Смотрите, в заднее левое зеркало. Красота, да? Солнце садится. Ай, красота. Ай, красота. Так. Здесь возможны животные. По крайней мере, знак. Лесные животные могут выбежать на трассу. По крайней мере, знак об этом предупреждал. Вот интересно, а в игре это просчитано? Это случается? Подобные такие темы. Животные действительно появляются иногда на дороге? Или рассчитывать на это не стоит? Просто, как по мне, было бы прикольно. Едешь такой, я олень на дорогу. Дачные парники. И огромные поля подсолнухов. Ну, прям в ширине огромные. Но вдоль дороги они на довольно размашистый участок. Растелились. Я, когда был в Армении, видел подобные поля, но только до границы горизонта прям. Подобные поля роз. Красных, розовых, светлых таких в целом. Светлых тонов роз. Вот это была красота. Игромные поля. Там просто видно, не видно на этих роз. Нет даже миллиметра свободного участка, чтобы не было видно роз. Это был просто океан. Розовый какой-то океан. Красиво было. А еще я помню, что где-то видел поля с подсолнухами и тоже как-то впечатлился. Но вот не помню где, поэтому не смогу добросовестно ответить. Ну, не как рассказать. Москва, Е50. Раз вперед. Нам бы, наверное, немножко вот сюда вот так вот сделать. Да. Потому что направо в Обнинск, в Каламска. Вперед Москва. Вроде я правильно делаю. С ним убежает. Те, кому нужно направо как раз-таки. Неплохо. 70 километров в час. Москва. Через сколько я не увидел? Блин, он гоняет по правому боку. Поэтому я еще не смогу поменять. А вот сейчас могу полосу махнуть. Отлично. Так, ну, смотрите. Значит, за горизонтом надо следить. Скоро Москва. Здесь ограничение 90. Можно уже поднажать, так скажем. И набить десятку на спидометре. В этом моде, к сожалению, прямо в Москву заехать не получится. Ну, то есть, и увидеть ее прямо вот изнутри. Ее масштаб. Ну, собственно, это сделано в угоду реалиям игры. Потому что все города в этой игре, они по подобному принципу выстроены. Поэтому и смысла нет делать Москву как-то иначе. Так, да, нам прямо. Москва, 40 километров. Внуково направо. У нас главное. Ничего нам останавливаться. Вот и все. Поворот на Внуково проехали. Знакомые места пошли. Ну, именно по указателям, да? И по вывескам. А не по тому, что видим. Потому что видим, это, конечно, на реальную дорогу не похоже. Нисколько. Но все равно приятно. Все равно приятно. Я, в принципе, радовался бы даже таким родным местам. Даже если бы это был бы... Это была бы стратегия с видом сверху. И там тоже бы все было бы условно. Я бы все равно кайфовал. В принципе, я так и делаю. Я, допустим, играл в SimCity Rush Hour. Это четвертая часть SimCity. Если что. Там есть возможность загружать готовые города. И вот можно загрузить Москву. И вот в Москве я, в принципе, там... Там оно тоже на себя особо не похоже. Но можно выискать какие-то такие места. Которые, ну, отдаленно. По месторасположению просто походят на районы, в которых ты вырос. Из района, на которых стоит школа твоя. Ну, в общем, это приятно. То есть, чисто так, знаете, эстетически для глаза. В каких играх вы подобное наблюдали? Подобное, я имею в виду, как раз-таки такие знакомые места. Может быть, где вы живете. Может быть, где вы были. Типа, знаете, GTA 5 с его Лос-Антосом. Если вы были в Лос-Анджелесе, тоже считается. То есть, ну, вот я про это говорю. И в какую игру вы возвращаетесь именно для того, чтобы побывать на протоптанных дорожках в реальной жизни. Так, что-то тут затрудненится какое-то. Опа. Отлично. Нам все равно налево, поэтому сюда обгонять вот этих вот тормозов. Успел. Даже чуть поближе. Вот так. По тому лобовому зеркалу определяем. Насколько мы близко к непереди идущей машине. Не боимся, если что. По крайней мере, сейчас точно бояться не стоит. Так, зеленый. Желтый, точнее. О, господи. Зеленый. Зеленый был, придурок. Что я несу вообще? Желтый, конечно. Зачем я начал ускоряться, не знаю. Давайте-ка включим фары. Льдорадо. Бребнышки. Ни одна не упала. Красота. Да, я аж залип. Хочется теперь проехаться туда, куда-нибудь в сторону Жуковского, посмотреть. Ну, здесь, по идее, на карте вообще этого... Этой, этой части Московской области нету. Собственно, поэтому и проехаться туда нельзя будет ни к Люберсу, ни к Жуковскому. Обидно, конечно. Жалко. Интересно было бы там побывать. Вообще, насколько я знаю, насколько я смотрел, есть моды, конечно, с Россией, которые добавляют Москву именно в таком более обширном варианте. И там со всех сторон и область есть. А есть даже те, которые продолжают Россию на восток везти туда, к границе с Китаем, к Уральским горам. Ну, они такие довольно условные, поэтому тоже ставить я не видел смысла, конечно. Я вообще хочу, я говорю сейчас вот к Питеру. Из Питера в Норвегию. Вот будет замечательно. Красный свет. Ну, по идее, сейчас уже скоро наш будет. Сейчас вот эти ребята проедут. Ух. Что за грузовичок интересный такой? Вот, желтый. И погнали. Ох, 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 ох. Вот это мы погнали, конечно, да. А что? Ну, что ты стоишь, дурень, да. Ну, ладно, до свидания. Чего там стоял? Не знаю, что он стоял. Пойди и спроси у него, да? Встал такой, ему налево поварить. Ну, он, наверное, испугался вот этого нашего маневра, то, что мы в обгон пошли. О, че, 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 че. Ну, и че. Ну, и че. Отлично. И началась кучерьма. Смотри, чего они творят. Все, ладно, до свидания, я поехал. Окей, хорошо. Лага, Сэм. Ашан. В Ашан заедем затариться на дальнюю дорогу. В Москве. Ребята. Я думал, в Подмосковье все-таки куда-нибудь бревна везти, но нет. Похоже, нам в Ашан бревна везти. Это странно. Но очень похоже на правду. Очень похоже. Та-ра-ра. Та-ра-ра. Там справа что? Что за магазин там справа? Ай-ю-ю-ю. Красиво. Светофоры только раздражают. Хорошо, что мы к ним подъезжаем одни из первых, а то... Было бы вообще дико. Представляете, где-нибудь там в конце пробки стоять постоянно. Не, ну хотя бы вы представляете. Я, в принципе, хорошо представляю, что такое стоять в конце пробки. То еще удовольствие. Мягко говоря, не из приятных. Так, ну вот, да, действительно, нам в Ашан, кажется. Если там с другой стороны нет какой-нибудь лесопилки или что-то типа того, то нам, похоже, реально в Ашан. А не, смотри, тут все-таки есть что-то, да. Тут строительное. Упс. Называется конторка. Вон там сзади никого нету. Можно здесь разворачиваться. Можно не разворачиваться. Смысла от этого особо не будет. Поэтому, чем не париться. Отлично. Ну, и мы, да, мы что уровня? Энтузиаст. Скоро седьмой получать. Мне кажется, так, опыт 5200. 5200, 5700. А сколько получается опыта? 400. Ну, короче говоря, еще один-два раза прокатиться. Два раза точно. Один раз это как получится по опыту, да. А два раза, если прокатиться, и там... Мы получим уже седьмой уровень наконец. Будет прикольно. Сейчас по традиции тогда просто посмотрим, какие грузы имеются. Все равно после перезапуска, там, по-любому, обновляться все это дело будет. Так. Смотрим. Значит, из Москвы. Что у нас есть? Ого. Из Москвы в Витебск, аж. Нездоровье. Высший волчок. Нет, я бы хотел что-нибудь найти вот сюда, вот. В Калугу. Есть в Тверь, в принципе. Клинтверь. Огненск. В Калугу надо искать. Так. Валдай. Ничего себе. Дальняя дорога. Витебск имеется. А, господи, не то. Смоленск. Смоленск. Краславль. Краславль. Арша. Сташков. Ржев. В Брянск. Из Москвы в Брянск. Ну и все, да. Собственно, так и получается, что из Москвы в Брянск. Такая дорога. Блин, жалко. В Калугу нету тропы у нас. Но это сейчас. Быть может, когда я зайду сюда в следующий раз в эту игру, то будет дорога и в Калугу. Черт знает. Хотя в Тверь была. Может, она в Тверь взять. В Тверь поехать. Может быть, из Твери в Калугу будет, а из Калуги тогда куда-нибудь в Ржев. Вот такой зигзаг сделать. Ржев. Вышли. Волчок. Холм. Осташков. Валдай. Великий Новгород хочется посетить. Хочется посетить Псков. И Питер. Это вот пять городов, которые прям хочется. Тверь, Калуга, Великий Новгород, Псков и Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга мы с вами отправляется будем вот сюда, в Стокгольм. В Швеции. И потом спокойненько-спокойненько в Норвегию с вами перекочуем. А здесь где? Подожди. Ольбург. В Гетербург. Не понимаю. Ладно, я кое-какой город не могу найти. Здесь, блин, карта поехала стороной, поэтому довольно... Ну, съехала, то есть, ну, вы видите. Поэтому довольно трудно это сделать, найти какой-либо город на этой карте. Но я, ладно, в следующий раз как-нибудь постараюсь. Если найду, то скажу. Если нет, то нет. В любом случае, спасибо, что посмотрели эту серию. Хорошо так прокатились до Москвы. Мы реально в Москве, ребят. Реально в Москве. Нехило так. 60 тысяч евро на нашем счету. В принципе, по-моему, хороший результат. Ну, как бы, такими темпами мы еще не скоро на машину накопим. Но я, как вы помните, сказал, не хочу кредит убрать. Хотя говорят, что на своей машине заработок будет побыстрее. Можно будет сделать. Если из Санкт-Петербурга мы никак на заказах не попадем туда, в Скандинавию, то придется брать свою машину и ехать самому самостоятельно на пароме в Скандинавию. На корабле переправляться и работать уже там. Такой план, по крайней мере. Спасибо большое за просмотр, ребята. И еще раз хорошего вам настроения. Хорошей, чистой, безопасной. Удачной дороги. И пока. Удачи. Привет. Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. PZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.